Опять мошенники. Еще один саровчанин стал жертвой злоумышленников и лишился 30 тысяч рублей. Мужчине позвонил неизвестный, который сообщил, что на имя его собеседника пытаются оформить ипотечный кредит. Необходимо срочно перевести деньги с банковского счета саровчанина на другой, специально открытый для него счет. Ничего не подозревая, доверчивый гражданин снял 400 тысяч рублей и через банкомат перевел мошенникам почти 30 тысяч. Полиция возбудила уголовное дело. В Сарове продолжаются кражи двухколесного транспорта. Из подъезда на улице Александровича увели велосипед, который был оставлен на лестничной клетке. А с парковки у бассейна «Дельфин» похитили самокат. Полиция в очередной раз напоминает, что свой двухколесный транспорт надо хранить в квартире, а не вставлять в подъезде. Кроме того, на улице надо обязательно пристегивать самокат и велосипеды противоугонным тросом. ДТП с пострадавшим произошло в Сарове на прошлой неделе. Женщина-водитель за рулем иномарки сбила пешехода 1960 года рождения. Пешеход переходил по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Еще одно заявление поступило от жительницы дома на юности. В подъезде женщины на этаже живет посторонний человек. Прямо там справляет нужду и пугает детей. Там же на юности в подъезде дома на жителей напол неизвестный и избил его. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.